Привет! Вы на канале СМИРУ ПО ФАКТУ, а меня зовут Александр Гришин. Я продолжаю тему всего самого большого в мире. В этом выпуске речь пойдет о технике. Поехали! Нефтеналивной танкер Нок Невис. Танкер является самым большим официально зарегистрированным кораблем в мире. Его длина 458 метров, а ширина 69 метров. При этом экипаж танкера составляет всего лишь 40 человек. Правда, в 2010 году Нок Невис закончил свое плавание и был подвергнут утилизациям территорий Индии. Максимальная скорость судна равнялась 13 узлов. История данного танкера берет начало в Японии, где он был построен и спущен на воду в 1976 году. Спустя три года плавания танкер был увеличен и реконструирован. По итогам этой процедуры вес судна превысил 825 тысяч тонн. Внедорожник Форд F-650. Форд создала самый большой внедорожник в мире. Модель Форд F-650. Мощность двигателя равна 362 лошадиных силы. И при этом в двигателе не используются турбины. Длина такого транспортного средства 8 метров. Масса же примерно 10 тонн. А максимальная скорость равняется 120 километрам в час. Объем бака с горючим 255 литров. В нашей стране официально представлена только базовая модель, которую вам могут привезти под заказ и сделают нужный тюнинг. Приобрести ее за границей также не составит особого труда. На выбор для покупателя компания разработала несколько модификаций для всех слоев общества. Есть даже модель, сделанная в стиле лимузина, которую часто заказывают голливудские звезды для бракосочетания. Начальная стоимость машины примерно 53 тысячи долларов. БелАЗ 75710. Этот БелАЗ самый большой в мире самосвал, грузоподъемность которого 450 тонн. Первый экземпляр был выпущен осенью 2013 года. В январе 2014 года грузовик установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, провезя по испытательному полигону груз весом в 503 тонны. Размеры этого гиганта таковы. Длина 21 метр, ширина 10 метров, высота 8 метров. Стоимость такого грузовика около 10 миллионов долларов. Бульдозер КамАЦУ Д575А. Модель со сложно запоминающимся набором букв и цифр, которая была разработана японским концертом КамАЦУ, является ничем иным, как самым большим бульдозером в мире. Габариты машины. Длина 12,5 метров. Ширина 7,4 метра. А высота 4 метра 85 сантиметров. Бульдозер гусеничный и по некоторым сведениям он помимо того, что самый большой, так еще и самый дорогостоящий в производстве. Вес КамАЦУ 153 тонны. Со своей главной задачей, а именно перемещение земли, щебня и других материалов с одного места на другое, этот монстр справляется на отлично. Самолет Ан-255 Мрия. Сразу стоит озвучить размеры этого монстра. Высота 18 метров. Длина 84 метра. А размах крыла равняется 88 метрам. По большому счету, именно Ан-255 может перевести самые большие тяжелые грузы. Для бесперебойной работы самолет оснащен сразу шестью двигателями. После полной заправки, дальность полета составляет ни много ни мало 15400 километров. Скорость, которую Мрия максимально может развить, это 850 километров в час. Во времена Советского Союза данная модель самолета активно участвовала в космических программах в качестве груз-перевозчика. То бишь, перевозила готовые части ракет с завода до места запуска. Сейчас же Ан-255 используется в качестве транспортника для особо больших грузов. Однако в этом году совершил свой первый полет самолет несколько большего размера. Это Stratolaunch модель 351. Размах его крыла 117 метров. Но он имеет нестандартную внешность, поэтому я и поставил Мриу с привычным нам внешним видом на первое место. Экскаватор Bagger 288. Эта машина одним своим видом заставляет восхищаться ею. Длина экскаватора 240 метров. Высота 96 метров. И ширина 40 метров. Помимо больших габаритов, Bagger 288 еще и выглядит достаточно необычно. Правда, при этом экскаватор просто в управлении и с ним справляются всего 4 человека. А именно, глава смены, два экскаваторщика и работник, следящий за ленточными конвейерами. Построен Bagger 288 в 1978 году в единственном экземпляре. И его стоимость составляет порядка 100 миллионов долларов. Сборка проходила в течение 5 лет. И для обеспечения его работы энергия ему нужна сравнимо с небольшим городком. Скорость передвижения экскаватора полкилометра в час. Передвижение осуществляется посредством 12 гусениц, которые к тому же не портят грунт. Лимузин American Dream. Специально для фильма «Назад в будущее» в 80-х годах был создан лимузин длиною в 30,5 метров. Его название American Dream. И он находится в списке достижений рекордов Гиннесса. В машине есть не только водяная кровать, джакузи, бассейн, но даже вертолетная посадочная площадка. Все это великолепие держится на 26 колесах. Управляют фантастическим авто два водителя. Один спереди, другой сзади. Тот, что сзади следит за поворотами. Ну что же, а на этом все. Скоро вас будут ждать новые выпуски обо всем самом большом на свете. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!